МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я занимался, и я оказалась первопроходцем в некоторых вопросах. И это всегда очень приятная такая позиция, когда до тебя никто этого не находил, не исследовал, а ты это делаешь. Ну, в общем, такое тоже приятное такое самодовлетворение, ты от этого получаешь, от такой работы. Благодаря проекту Одинцовской библиотеки номер один «Исторические среды» результатами своих исследований краеведы могут делиться со всеми желающими. Здесь любители истории рассказывают об интересных событиях, знаменитых людях, загадочных местах. Хутор Циммермана – одно из них. Во-первых, это было название, которое всегда интриговало местных жителей. Потом там встал такой двухэтажный дом по воспоминаниям современников. Деревянный, он был очень необычный. И ходили настоящие легенды, кто этот Циммерман, какой-то там помещик, богатый человек. Естественно, было очень интересно выяснить, действительно, кто это был. Потому что было понятно, что это был не простой обыватель, это кто-то был обеспеченный, возможно, кто-то известный. И сложность заключалась в том, что Циммерванов в начале 20 века было большое множество. То есть по одной фамилии выяснить, кто это был, было абсолютно невозможно. Но с помощью архивных материалов и сплоченного краеведческого сообщества словно пазл сложилась история об этом человеке и его жизни. Все желающие послушать познавательные лекции приглашаются в библиотеку номер один каждую среду в 7 часов вечера. Впереди еще много интересного. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.